Что касается дисциплины парного катания, у нас и соперников здесь такие крепкие середнячки. Австрийская пара может хороший результат показать немецкая. Насчет канадской пары и итальянской я их еще не видел ни разу. Ну или может быть видел, но они просто незаметно катались. То есть ничего сверхъестественного. Но кто знает, как там будет, бывает совершенно разное перевоплощение. Также мы видим две американские пары, которые уже совсем недавно катались. Это Эшли Кейн и Тимоти Ледок. Подопечные Каенов и Нины Мозер. И Хевин Дэйни с Брэндоном Фрейзером. Однако, что здесь самое интересное, это безусловно наши две пары и конкретно их соревнования друг с другом. Обе эти пары уже участвовали на стартах в этом сезоне. Настя Мишина и Саша Галямов у нас участвовали на Финляндии Трофи, которую выиграли. И для дебютантов на взрослом уровне они показали очень высокие оценки. А Даша Павличенко и Денис Хадекин недавно катались в Лас-Вегасе. Где показали просто восхитительную короткую программу. Но произвольную, конечно, не дотянули. И что самое здесь интересное, у них-то это второй сезон. И только вот сейчас они получили свои лучшие баллы. 71 за короткую и 125 за произвольную. Второй сезон во взрослых. Что же касается Мишина и Галямова, они на своем первом соревновании, вообще дебютном, за короткую набрали 75 баллов. И за произвольную 135. Поэтому, безусловно, будет очень интересно их очное противостояние. И, собственно, как их оценят судьи. Так что, конечно, Кейн и Ледук, выступающие за США, будут, наверное, главными нашими соперниками. Но, пожалуй, что самое интересное, это именно противостояние наших двух пар. Будем надеяться на чистый прокат от наших ребят и очень занимательное противостояние.